Всем привет! Снова с вами Максим Устинов. Сегодня мы посмотрим на новое обновление Modern Command 5 от Gameloft. Во-первых, я недовольным этим обновлением, так как у него больше минусов, чем плюсов. Но давайте по порядку. Давайте начнем с левой части экрана, то есть отсюда. Вы видите, давайте сначала по выкладкам. У нас осталось все то же самое. Надбавились новые перки, но они командные. То есть, как видите, у штурмовика игроки в 10 метрах наносятся на 10% больше урона, но не вы. То есть для всей команды, но не для себя. Тут, ну как видите, задумывалось, мы думали над тем, что будет для персонажа, но оказались командные. Во-вторых, появились оружия ПРО. То есть вот, они такие вот позолоченные. Их можно открыть через наборы. Далее появились у нас главные уборы. Они влияют на небольшие характеристики персонажа. Они тоже открываются через наборы. Соответственно, и пистолеты все у нас, голд. Гранаты остались одни и те же. Немножко изменился вид чата. То есть, если вы долго не открываете чат, будет небольшая строка вот такая вот идти. Далее идем. Черный рынок у нас есть. Мы покупаем вот оружие, например, ферзь. Покупаем его за алмазную крошку, которая у меня 1140. А нам надо ее 27 тысяч. То есть. А эту крошку можно получить через боевые наборы. А наборы можно либо купить, либо как-нибудь выбить. То есть, купить 100 кредитов стоит 169 рублей. Я не понимаю. Я покупал игру за 229 рублей, чтобы потом еще донатить в нее? Это вообще что? Сейчас, конечно, она стоит 129 рублей. Но в будущих, мне кажется, обновлениях. Как, например, было с Асфальтом 8. Да и с другими многими играми от GameLoft. Полностью будет донат, но игра будет бесплатная. И вообще, смысл, что я покупал эту игру, он превращается в ноль. Что я покупал смысл. Так, ну набор я вам сказал. Также у нас тут все стандартно осталось. Оружие. Далее. Подписи. Добавилось несколько подписей. Их около 13. Около того. Вот. Их тоже можно получить, только в боевом наборе выбить. В принципе, да, вот так. Так, перейдем в правую часть. Немножко изменился интерфейс весь, в общем. То есть, ну, стало больше все-все, меньше шрифт стал. И все остальное. Ну, акции остались неизменными. Все как обычно. Так, тут у нас появились лиги. Например, золотая лига. Вот. В которой я сейчас нахожусь. Вот. Чего-то, хоть тысяча там какой-то. Фиг его знает. Вот. Вот так же, если прийти в другую вкладку, можете опять посмотреть рейтинг. То есть, он никуда не делся. По миру и по... По... Ну, по России, например. Можно взять информацию, какие лиги вообще есть. Бронза, серебра, золото, платина, алмаз. Алмаз стоит стоп-100. Ну, самые лучшие. И... Лига... Лига отряда. То есть, вот. Как видите, их тоже бывает столько же. Так же можно, посмотрите, лучшие отряды. Тоже это никуда не делось. Вот. И так же показывается здесь лига. Какая? Так. И тут, вот, на сетевой игре показывается лига. Сколько до конца времени. Под... Итогой результатов. Я выбил золотой смаз. Что вообще... Ну, первое оружие, которое я выбил. Золотое, например. Смотрим, чем он отличается. У него повышенная точность. Ну, немного повышенная. Дистанция увеличена. Но магазин, я вам скажу, на 4 патрона меньше. В покачанном виде. Как видите, вот, чем я недоволен еще. При обновлении я зашел в игру. Хотел сыграть. Поставил, все нормально было. Начал играть. И игра начала жутко глючить. Понимаете, у меня Тегра 4. Глючить начал. И не только у меня одного. Все жалуются на плохую оптимизацию. Я думал, наоборот. При обновлении подтянут оптимизацию. И будет намного комфортнее играть. Но нет. Все наоборот. Многие говорили, что конфиг не ставится. Конфиг не ставится, как видите. Просто графон никакой. Но толку от них вообще никакого нет. То есть, это ничего не приносит. Также добавили новые карты. Ну, в принципе. Что им... Вот, рейтинг обновлению. Я могу поставить только 4 из 10. Во-первых. Донат. Который, по-моему, скатится скоро. Просто... В яму. Плохая оптимизация. Это, то есть, все глючит, блин. Страшно играть, посчитать невозможно. Ну, да, навязчивый такой донат. Ну, в принципе, мне нравится... Не нравится само оформление новое. Модерн комбата. То есть, шрифт уменьшили. Ну, как-то не по себе стало. Непривычно, точнее. Также добавили две новые карты. Ну, вот она, одна из них. Подавление называется. Сейчас все видите. Сейчас у меня комплекс стоит, походу, для самоднических телефонов, смартфонов, планшетов. Точнее, смартфонов, планшетов. И все равно игра умудряется лагать. На Тегра 4. Это просто, ну... Что вы сделали с игрой, а? Такая хорошая игра была. То есть, вот, ну, понимаете, даже... Сейчас так подлагивает. Ну, что это вообще такое-то? Ну, блин, даже... Графон, не знаю, как... В третьем модерн комбате, наверное. Без каких-то всего эффектов. Как видите, вот сама карта. Убавили зум-карты. Ну, маленького радара. То есть, теперь он будет больше показывать информации на радаре, чем нежели... Нежели тогда. Нежели давно. Кстати, когда выбираете зеленый... Желтый, как... Голд смаз, так скажем, про смаз. Он не видится как золотой. Когда вы с ним играете. То есть, ну, вот даже сейчас... Вот, лагает, все лагает. Да, меня убил какой-то нуб. Также можно голосовать за карту. Подавление улицы канала. Еще добавили одну карту. Она огромная. Там тоже все глючит. И, кстати, даже на старых картах лагает. Ну, у меня просто нет слов от Геймлофта. Я ожидал от них большего. Ну, просто вот. Ну, расстроило обновление. Мне кажется... Ну, я буду ждать другого, мне кажется, обновлений. Новые перки обозначаются в правом углу. Как видите... Так, буражки, мы плавно с тут. Да, давайте с ним выкладку там как-то неудобно находить. Поддержка, все осталось без смены. Без сменений, точнее. Ну, я вам показывал... Маски, все остальное. Для новой карты. Это все есть. Но оптимизации как таковой нет. Играть, по-моему, невозможно. Точнее, можно, но... Некомфортно. Вот. Если, конечно, поправить оптимизацию, я поставил это обновление в 70-ти. Но, зная геймлофт, они торопиться не будут с обновлением. И, мне кажется, будет обновление где-то в феврале. И дай бог, если они исправят те косяки, которые присутствуют в этой версии игры. В версии игры, кстати, 1.1.0. Эти наборы, как я показывал, уже можно за деньги покупать. Ну, наверное, ждем все-таки обновления лаки-патчера. И тогда уже можно будет ломать игру полностью. А, еще проблема. Все время меняется ник, после переза... Когда перезаходишь в игру. То есть, сейчас, например, вот, какой в Google Plus стоит имя Максим Устинов, такое оно и здесь стоит. Если сменим, например, НустиновX, мое более привычное имя, оно после... После переза... Как сказать? Когда вы перезайдете, оно опять сбросится. Ну, вот так вот. И тут все так же осталось. Ничего не изменилось, в принципе. Вот так вот получился обзор на обновление. Пишите в комментариях, как оно вам. Лично мне не очень. Ожидал я большего. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok